Ожившие картины, живые статуи, театральная мистика, белорусские города все чаще захватывает идея спектаклей под открытым небом. Гродно здесь не исключение. Главная пешеходная улица города на один вечер превратилась в эпицентр танцев, пластики и костюмированного эпатажа. Каждый костюм он делает свое дело. То есть в зависимости от образа костюма, естественно, и мимика, и жесты все меняется. Потому что гладиатор, конечно же, это воин, который олицетворяет собой силу, добро, мужество. Впрочем, главным героем вечера стал не рыцарь в золотых доспехах, а худощавый выходец из Гродно Лев Бакст, чье имя гремело столетия назад на лучших театральных подиумах и подмостках. Познакомиться с биографией этого художника и увидеть репродукцию его работ теперь смог любой желающий. Это известный модельер, законодатель моды. Все модницы просто были счастливы носить его наряды. Даже в Европе были случаи подделки тканей. Это говорит о себе. И, безусловно, человек, который работал, работал, еще раз работал. И, естественно, волшебство – это творчество, что можно сегодня увидеть. Кстати, сегодня цена на оригинальные эскизы Бакста доходит до нескольких десятков тысяч евро. Однако в этот вечер аукцион никто не устраивал. Искусство было исключительно ради искусства. У нас очень много исторических ценностей, очень много исторических личностей, связанных именно с городом. Что и пытается проект «Живая история» рассказать как можно доступнее жителям, гостям города Гродно о том, кто жил, кто создавал свои шедевры. То есть для этого мы, собственно, и живем здесь и делаем историю вместе. Возможно, взглянуть по-новому на историю Гродно появилась не случайная идея. Оживить исторические персонажи во главе с Львом Бакстом в этот раз пришла в голову организаторам несколько месяцев назад. Что из этого получилось, гродницы оценивали сами. Бакста я как бы знал, но не настолько, как я тут смотрю. Это все вместе. И как развлечение хорошо, и узнать, что новое вообще-то. Если это будет традиционно, это очень хорошо. В общем, Международный фестиваль уличного искусства действительно получился интернациональным и открытым. Пока гости из Литвы и России удивляли доселе неискушенную в вопросах уличных театров гроднинскую публику, дети создавали неподалеку собственный декоративный занавес. А вот организаторы приоткрыть ширму тайны отказались, сказав лишь, что следующий театрализованный акт живой истории удивит гроднинцев не меньше. Артем Новицкий, Сергей Печерица, телеканал Гродно+.